Портал Детали Главные новости Израиля и мира Здравствуйте! На канале ИТОН ТВ программа «Тема дня». Сегодня я веду я, Михаил Горин, мой собеседник, военный обозреватель израильского еженедельника «Новости недели» Давид Шарф. Давид, приветствую вас! Здравствуйте, Михаил! Поговорим о наших делах израильских и то, что происходит в регионе. Самая горячая новость – это военная операция. Будем придерживаться такой терминологии, потому что все по-разному называют то, что происходит сейчас в Дженине. Во всяком случае, по факту, туда вошли израильские силы безопасности, израильская армия, применяется авиация, тяжелая техника, в том числе инженерная. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, насколько продолжительной и объемной будет эта операция? И как оценивать вообще то, что происходит сейчас? Потому что разные военные эксперты и политические комментаторы по-разному высказывают свое мнение по поводу того, что сейчас там есть, особенно то, что происходило в первые часы. Ну, речь идет об операции примерно бригадного уровня, то есть я имею в виду о объеме задействованных сил, причем силы задействованы, как правило, специальные, ну или, скажем так, специализированные подразделения израильской армии в основном. Ну и не только армии, на самом деле, и МАГАВ тоже, то есть пограничная полиция и спецподразделения. Здесь по поводу продолжительности, конкретно вот этот вот первый и масштабный, назовем это, этап, я думаю, недолго. На тот момент, когда мы с вами говорим, я не исключаю, что это часы или считанные дни, однако, по всей видимости, эта операция будет иметь продолжение. То есть уже продолжение в качестве тех или иных регулярных рейдов на возвращении в лагерь беженцев Женен. Ну и, собственно, ее задачи в первую очередь были, насколько я понимаю, насколько я слышал от военных, это уничтожение так называемой инфраструктуры террора, то есть неких физических, я бы сказал так, ну того, что террористы успели заготовить, я имею в виду в первую очередь взрывные устройства, их запас, запас какого-то боеприпасов и вооружений и, собственно, возможности по производству взрывных устройств, а также то, что они подготовили в качестве, например, средств предупреждения во всем, что касается обнаружения загодя заходов армии в лагерь беженцев. Это как бы один аспект, и, конечно, второй важнейший аспект был, это, собственно, нейтрализация боевиков. В лагере беженцев Женен здесь стоит небольшой ликбез такой провести для слушателей. Да, вот я как раз хотел попросить вас уточнить, речь идет о городе Женен или лагере беженцев Женен, потому что это две разные вещи, по сути. Да, и здесь, да, поэтому я дам некоторое пояснение. Значит, лагерь беженцев находится возле самого города Женен, можно считать, что он его часть, можно считать, что это некий соседний населенный пункт, не столь важный. Есть классический город Женен, примерно 1040, ближайшим крупным населенным еврейским пунктом от этого города с точки зрения географии является Афула. Это для понимания того, где он находится. Там 1040 населения ориентировочно в самом большом городе Женен. И в нем определенные действия тоже производятся, однако не он является тем самым знаменитым эпицентром террора, гнездом, которое стало одним из корней проблем в Северной Самарии. Более того, не просто корней проблем в Северной Самарии и Самарии вообще, а неким примером для всех террористов и потенциальных террористов и в Иудее, и в Самарии. Пример, на который пытаются равняться. Это одна из главных проблем. Лагерь Безонцев Женен находится поблизости. Это небольшое с точки зрения площади место. Примерно полквадратного километра всего, но очень плотные застройки. Наиболее компетентный источник, который из тех, что я слышал, который оценивал его численность, численность населения, это 11-12 тысяч человек. Но есть и данные, подчеркиваю, наиболее компетентные в моих глазах, менее компетентные, говорили о 16-19 тысячах. Это порядок сил. Таким образом, очевидно, что его, в общем-то, достаточно несложно окружить достаточно крупными силами. А вот дальше, как в нем действовать и почему, это вопрос большой. Значит, в лагере Безонцев Женен официально в сентябре 2021 года, неофициально несколько раньше, образовался так называемый батальон Женен, надпартийная группировка, вернее, не группировка, надпартийное образование под эгидой, впрочем, исламского джихада, состоящей из многих десятков боевиков разных организаций. В первую очередь, исламский джихад, Хамас, выходцы из Фатха и всякого рода одиночки, которые начали действовать. Образовались они, по всей видимости, весной 21-го, во время масштабной операции Израиля в Газе. Однако озвучено все было как раз, когда был знаменитый побег заключенных из израильской тюрьмы, шестерых, когда их долго искали, и они пытались добраться до Женина. И вот тогда стало впервые, мир услышал название батальон Женин. К сожалению, во многом из-за ошибок Израиля, в первую очередь, этому образованию, которое оказалось, выросло на очень благодарной почве. Лагерь беженцев в Женин, у него давние традиции террористической деятельности и противостояния Израилю. Там свой специфический эпос имеется. Очень ценится местная принадлежность к своим лагерям. То есть, в большей степени, даже чем партийная, чем партийная неким организациям. Еще во вторую интифаду, примерно 20 лет назад, он был гнездом террора, и там шли тяжелейшие бои вокруг, и, к сожалению для Израиля, неудачно. Израильская армия понесла большие потери. 23 человека погибло в лагере беженцев в Женин. Немногим более 50 террористов, плюс были лживые обвинения Израиля в бойне, которой ни в коей мере не было, и это вызвало огромный резонанс. В общем, это возвращение на те самые, такие очень потенциально, с точки зрения развития террора, опасное место, которое стало самым опасным в последние годы. Израиль не предпринял вовремя решительных мер по ликвидации этой группировки. Более того, был дан шанс палестинской полиции, которая была, собственно, группировкой изгнана из лагеря, навести там порядок. Этот шанс слишком долгое время длился, хотя было абсолютно сразу понятно, что палестинцы не готовы применить силу. А речь там стояла следующим, вопрос стоял следующим образом. Либо против них применить силу, а это очень не хочется палестинской полиции, потому как на палестинской улице подобное встречается крайне неблагоприятно. Либо отступить. И они отступили. В итоге корона, нерешительность Израиля, готовность, вот эта вот излишняя готовность дать карт-бланш палестинской полиции привели к тому, что они продолжали усиливаться. И далее в последние много месяцев, скажем так, последний уже год, точечные операции, даже заходы израильских сил в лагерь, где нейтрализовывалось иногда по нескольку боевиков сразу, уже не помогали. Они чувствовали свою уверенность, и это ядро росло за счет местных приверженцев. И кроме того, росла их и компетенция возможная. В том числе, благодаря финансированию Хамаса, исламского джихада Ирана, они могли закупать оружие и то, что контрабандой доставляется в Иудею-Самарию, в первую очередь из Иордании, и заодно учиться. Учение это было, в частности, конструирование, использование взрывных устройств. 19 июня был подорван бронеавтомобиль израильской армии, очень мощным зарядом взрывчатки, причем бронеавтомобиль с повышенной противоминной устойчивостью, получил очень серьезные повреждения. Раненые были бойцы. Это стало последней каплей с большим опозданием, которое подвигло израильской руководству и израильскую армию, потому что израильская армия тоже очень не хотела эскалаться. Это одна из главных стратегий израильской армии, которая, к удивлению, неужели не к удивлению, всегда имеет и собственную стратегию в плане желания-нежелания эскалации, хотя это должно быть прерогативой политического руководства. Так вот, с опозданием это подвигло ЦАЛ начать, наконец, наносить удары из воздуха под Женинцем, чего бы, когда этого не делали, почему-то это объясняли как очень правильный код, опять-таки, чтобы не прийти к эскалации, но эскалация пришла. И будь применение эти методы раньше, было бы несколько лучше. И особенно, конечно же, масштабную операцию. Ну и вот, она началась. Ее главной целью, кроме того, что я сказал, вот эти вот лаборатории, производство, склады, наблюдательные пункты убрать, конечно же, сами боевики являются. И вот здесь с этим есть некоторая проблема. Они, уничтожение ядра вот этого батальона Женин, то есть многих десятков боевиков, многих десятков, как минимум, подчеркиваю, и арест или нейтрализация, ну а желательно уничтожение. Так вот, с этим дела идут не очень хорошо, потому что они, увидев вход крупных сил, решили не давать бой. То есть, если бы они дали бой, ЦАЛу бы предоставилась такая очень неплохая возможность прорядить их ряды. В тот же момент, когда они не дали массовый решительный бой, ситуация теперь выглядит так. Либо от дому к дому лагерь окружается, и от дом, что называется, от дома к дому чуть ли не прочесывается, но буквально где они прячутся, там их находят, и пытаются одного за одним, что называется, ликвидировать или задержать. Однако это сулит и потери среди военных, и эксцессы во всем, что касается мирного населения. Этого из ни того, ни другого на данный момент в командовании не желают. Не желают рисковать изначально. А потери в личном составе среди боевиков невелики на данный момент относительно, плюс-минус десяток, но и арестованы десятки, причем там отнюдь не все такие вот, что называется, тех, кого искали, мягко говоря. Поэтому уничтожив инфраструктуру террора в физическом смысле слова, не в плане личного состава, остается тот самый личный состав. И с ним придется бороться. То, что они окажутся запуганы, я глубоко сомневаюсь, а это те террористы, которые совершили только в этом году не менее 50 терактов с применением огнестрельного оружия. И на их счету, на их счету чуть ли не десятки за последние года полтора, десятки убитых и раненых израильтян. Значит, придется, раз они не испугались и не испугаются, скорее всего, придется заходить раз за разом, не обязательно крупными силами, с целью их ликвидации. Однако делать это решительно и регулярно, и пользоваться тем, что нынешняя операция, по крайней мере, лишила их части возможностей. Например, сняты тяжелые мины с дорог, уменьшены, явно уменьшены запасы взрывных устройств, созданы проблемы для наблюдения за въездом израильских сил или входом пешим в лагерь. Хотя я думаю, что с этой проблемой они легко справятся во всем, что касается восстановления тех или иных способов, предупреждать о входе. В общем, сделан такой размягчающий, по всей видимости, серьезный шаг. Довольно серьезный, но, к сожалению, недостаточный. Далее должны будут следовать еще и еще шаги подобного рода. Не исключаю, что, конечно же, силы ЦАЛа останутся в лагере довольно долго, но я бы на многого на это не поставил. Скажите, пожалуйста, чего нам ждать из газы, от того же исламского джихада, от Хамаса, от фактов палестинской автономии, которые уже сделали заявление о том, что они присоединятся к этой борьбе, поддержат братьев. Это просто боевая риторика или же действительно стоит ожидать проблем? Проблем стоит ожидать всегда, и если их не возникнет, пусть это будет приятным сюрпризом. Но если серьезно, последние сведения говорили о том, что, по крайней мере, из заявления одного из высокопоставленных хамасовцев в интервью Саудовской телекомпании, что если будут жертвы среди мирных граждан в женении, значит, они вмешаются. В любом случае, Израиль исходил и должен исходить из того, что шансы на это довольно велики. Но я имею в виду на вмешательство газы. К сожалению, в последние годы, когда тот самый фактор сдерживания поистесался израильски, газа имеет смелость вступать, что называется, в ход событий, вмешиваться в ход событий, тогда, когда и заблагорассудится. Решат, что Элякса в опасности действует. Если какая-то операция им покажется слишком кровавой для их с точки зрения, то же самое. Поэтому нельзя исключать, что прямо сегодня что-то произойдет. Но пока они сдерживались, и это им было непросто, в том числе и из-за влияния Палестинской улицы, на них оказывается давление. Они поставили себя так, что они вмешиваются в те или иные события, и, соответственно, от них похожие ожидания. Это может произойти, это может произойти, и вообще мы должны быть к этому готовы. У нас осталось буквально пять минут. Я попрошу вас сказать, стало ли что-то известно, какие-то подробности по поводу недавней, если так можно назвать, перестрелки между Израилем и Сирией. Тем, кто не в курсе, напомню, что прилетела ракета из Сирии в Израиль. Она не была сбита почему-то. Потом Израиль, по сведениям международных СМИ, обстрелял Сирию и якобы даже уничтожил ракетный расчет, который, по другим сведениям, был российским. Есть ли какие-то подробности, есть ли ясность о том, что в реальности произошло? В реальности, естественно, у нас слишком общая информация, и надо, как всегда, отделять слухи от подтвержденных сведений. Значит, пройдемся по подтвержденным. Был нанесен, согласно иностранным СМИ, был нанесен удар воздушный по целям на севере Сирии, в районе Хомса и Тартуса, это севернее Ливанской границы, севернее северного окончания Ливана. И, согласно таким общим оценкам, речь идет о неких складах проиранских милиций, имеющих отношения к Хизбалле, к Ирану. В общем, стандартные цели, по которым Израиль наносит удар. Как правило, не подтверждаются такие удары официально, но, тем не менее, это реально. Значит, в ходе этого налета, возможно, с небольшим опозданием, сирийцы активно использовали средства ПВО, в том числе комплексы С-200 дальнего радиуса действий, который, радиус таковой превышает 200 километров, заметно, и это очень крупная ракета. И не в первый раз уже, после того, как это не раз бывало, ракета, то ли умышленно, а, возможно, и неумышленно, пущенная по самолетам или по боеприпасам, с опозданием, вероятно, пролетела через израильскую территорию, заметную часть территории Израиля, взорвалась в воздухе, и ее крупные очень обломки упали на южный бедуинский город Рад, который находится неподалеку от Биржевы, если кто-то не знает, в том числе обломки крупные, и попадет такой обломок настроения или кому-то на голову, здесь бы беды не избежать. Значит, ракета взорвалась в воздухе, не была перехвачена умышленно, ее полет, скажем так, отслеживался в центре перехватов, который работает круглосуточно, естественно, тем более после атак сирийских позиций, и это решение принимал дежурный офицер о том, чтобы ее не перехватывать. На каком основании? Во-первых, ракеты С-200 по своей конструкции, они, в принципе, самоликвидируются в воздухе, если все исправно, естественно. Но если неисправно, это уже больший риск, но здесь включается и тот момент, что можно понять по тому, как летит ракета, по крайней мере, на неком ее этапе, на полета, куда она летит. И если ракета летит на открытую местность или в море и не угрожает, то по совокупности рисков может быть принято решение не перехватывать ее. Значит, в случае перехвата ракеты, когда она во избежание падения обломков на Израиль, такое решение неверно будет, по той причине, что перехват на Израиль подразумевает уже падение обломков на Израиль. Более того, в этом случае добавятся обломки перехватчика. А контролировать, куда разлетятся обломки огромной ракеты с большой боеголовкой, летящей на большой высоте, естественно, невозможно. Поэтому, если предположили, что она взорвется в воздухе, а если нет, то не попадет в какой-то город целиком или в населенный пункт, предпочли ее не перехватывать. Что делать? Обломки – это определенный риск, но когда ракета уже над Израилем, этот риск априори существует. Что касается последующих событий, значит, иногда такого рода решения ошибочные. Пока не сообщалось, что считают решение офицера дежурного ошибкой, вполне вероятно, оно было абсолютно правдным, хотя был риск. Значит, что касается последующих событий, Израиль нанес удар по батарее комплекса С-200 во избежание. На мой взгляд, стоило бы их всех уничтожить. В Сирии, однако, от этого, видимо, воздерживаются, исходя из того, что Россия поставит новые. Другое дело, что С-200 у России давно нет на вооружении, они не производятся. Сомневаюсь, что есть там на складе старые. В любом случае, можно уничтожить и старые, если их поставят. Поставка С-300, на мой взгляд, в Сирии вместо С-200 вызывает большие сомнения. России их самих не хватает, и Россия сейчас не до этого. Однако, тут решение за политическим и военным руководством. По поводу специалистов гражданских, российских, которые там погибли, это абсолютные слухи, никаких погибли или были ранены. Никаких подтверждений этому нет. Более того, у меня вызывает сомнение, не то, что вызывает сомнение, я не вижу необходимости для сирийцев держать каких-то российских гражданских специалистов. Ну, то есть, некий аналог вагнеровцев, да, можно предположить. На своей батарее С-200, С-200 у них стоят на вооружении давным-давно. Хватает собственного персонала, должно хватать. Тем более, сейчас гражданская война утихла. Они не воюют сейчас в пехоте, эти С-200. Более того, их персонал, более того, в свое время сбитый российский самолет, сбили именно сирийские С-200 с сирийским экипажем. Главное, что мы не имеем такого рода подтверждений. Это слухи, распространяемые разного рода твиттерами. Будет подтверждение очень интересное. И причин, для чего сирийцам, причем гражданский российский специалист, должен работать за большие деньги. Сирийцам вряд ли до того, чтобы платить. А Россия посылала бы своих специалистов гражданских держать на вот этих С-200 тоже странный выбор. И, опять-таки, у сирийцев давным-давно эти установки. Не вижу причин не использовать собственный персонал. Давид, спасибо, что были с нами, за ваши комментарии. На этом все. Напомню, что со мной беседовал израильский военный обозреватель Давид Шар. До свидания. Спасибо вам.